На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Титул остался в Гомеле. Развязка сезона в белорусском женском гандболе вполне соответствовала его ходу. Не получилось яркой. Гомель и БНТУ БелАЗ сыграли максимум поединков, отведенных регламентом. Вести Гомель к четвертому золоту национального чемпионата выпало на долю Александра Маджарова. Главный тренер Томаш Чаттер концовку сезона пропустил, так как сейчас проходит лечение. Его помощник с задачей справился. Решить судьбу чемпионства гомельчанки могли еще в минувший четверг, когда играли против БНТУ в Минске. Поражение на последних секундах стало ударом и для команды, и для тренера. Чуть-чуть упали в яму, надо было как-то подниматься. Лично я два дня пребывала чуть-чуть в пессимизме, скажем так, в негативе. Но нашли где-то силы, где-то тренера, где-то команда друг за дружку. И вот уже сегодня вышли настроены только на бой, на позитив, на чемпионство. В Минске мы получили такой тяжелый удар, прежде всего психологически, что он был очень хороший настрой. Но где-то что-то пошло не так, как говорится. Но мы собрались, поговорили, обсудили, где-то поработали две тренировки и исправили эти ошибки. Ну и эмоциональный настрой был дома выиграть среди своих болельщиков и получить все золотые медали. Работа над ошибками была проведена на отличное. Это стало видно с первых минут поединка в Гомеле. Слаженная надежная защита и результативные действия в атаке вынудили соперника растеряться. Рывок 7-0 обеспечил к середине первого тайма хозяйкам площадки комфортное преимущество, которое они удержали до перерыва. За счет холодной головы, дисциплины и концентрации, ну, как тренер сказал, так и играли от защиты, спокойного нападения. Получится убежать – убегаем. Не получится – переходим по тактике, играем, наши комбинации. Ну и все. Стараемся держать мяч, не терять. Если есть ситуация – бросаем, забиваем и возраст в защиту. Перерыв характер игры не изменил. Подопечные Александра Маджарова продолжили контролировать ход поединка. Преимущество за 12 минут до финальной сирены достигло 10 голов. Казалось бы, золото в кармане у Гомеля. Хозяйки площадки, видимо, так и посчитали. Избавили темп. Политех эту расслабленность почувствовал. Буквально за 8 минут минчанки сократили отставание до трех голов. Потеряли ритм игры, из чего-то растеряли, потеряли уверенность. А бунту почувствовали уверенность и побежали. Мы получили легкие мячи с 6 метров. Если бы возврат был, все эти приз 10 были бы сохранены. И снова дело дошло до нервной концовки. Гомельчанки выдержали. Не стали чемпионками страны. Для Гомеля это четвертый титул за последние 5 сезонов. Много не забили. И поэтому получили свои ворота. Хорошо, что у нас был задел 10 мячей, что нам чуть-чуть хватило. Но впредь так играть, конечно, нельзя. У меня сегодня было спокойствие и была уверенность в моей команде, что мы доведем до чемпионства. Был сложный сезон. Мы работали вдвоем с Томожем. Он то приезжал, то опять. У него там плановое лечение. Поэтому немножко была такая неразбериха. Но в конце концов, очень рад, что мы смогли все соединить это воедино и достичь этого результата, который от нас требовался. По итогам чемпионата в числе лучших игроков по амплуа четыре гомельчанки. Это левая крайняя Наталья Котина, правая полусредняя Екатерина Селицкая, линейная Ирина Мокот и галкипер Юлия Кунцевич. Мозырская славия в девятом туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги потерпела поражение. На выезде Мозыряне уступили солигорскому шахтеру. На 30-й минуте счет открыл Виталий Лисакович. На 87-й он записал на свой счет еще и результативную передачу, ассистировав Сергею Балановичу. 2-0 победа Горняков. Славия в турнирной таблице на 12-м месте лидирует Борисовский Бате. В 10-м туре 22 мая Славия ждет в гости Городею. В первой лиге состоялись матчи пятого тура. Светлогорский химик потерпел пятое поражение к ряду. В Пинске светлогорский коллектив уступил волне 2-4. В областном центре выясняли отношения Речицкий-Спутник и Гомель. Первый тайм оказался безголевым. Из важных событий это удаление за две желтые карточки Станислава Ижаковского и Спутника. Численный перевес Гомель использовал уже после перерыва. Поюденков счет открыл жесткий ну двой, Лагомзе сделал цифры на табло 3-0. И все это еще до истечения первого часа игрового времени. Точку в поединке на 72-й минуте поставил Иванов. 4-0 первая победа Гомеля в чемпионате. Конечно, хотелось бы реализовать тот потенциал, те преимущества, которые были в первом тайме. Почему? Потому что были достаточно хорошие взаимодействия, хорошие выходы на ударные позиции, на позиции передач штрафной. Но, к сожалению, их не реализовывали, немножко спешили. Пытались контролировать мяч, пытались атаковать, пытались ладить инициативой. Чтобы игра была в наших руках и под нашим контролем. Конечно же, повлияло на такой результат и на всю игру удаление. Тут вопросов нет, конечно, все по делу. И первая, и вторая карточка осталась в Ижаковском. Для такой команды Когомель, конечно, это большой гандикап, большая фора. Но соперник, в принципе, нашим и воспользовался так преимуществом. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры подогнал «Симон»!